Вы такие гомо-сапиенсы, вы то есть придержитесь теории Дарвина, что ли? Ну а по-вашему, откуда человек взялся его? Боу ее создали? Давайте я вам расскажу, за 2000 лет, типа как бы, да, которую пишут сейчас из Библии, еще ни одна обезьяна, извините меня, с дерева не слезла и не заговорила, понимаете? А сколько вам нужно обезьян для того, чтобы... Подождите, подождите, подождите. Я вам скажу, из людей превращаются обезьяны, не верите, выйдите утром и посмотрите на помойках, в помойках лазят люди, кого они, вот те, которые люди из нормальных человеков, да, превратились в бомжей и лазят по помойкам, кого они родят, кому родят те дети, которые они родят, понимаете? Вот так люди залазят на деревья, из людей делаются обезьяны. Хорошо, расскажите мне лучше вашу версию, каким образом появились люди. С другой земли, с Митгорода земли, понимаешь? Ага. С Сосариона, да, да, да. Хорошо, а тогда чем объясняется схожесть генома человека с геномом животных других? Конечно, я вот в этом, я даже разбираться не хочу, потому что вот когда начинает человек разбираться вот в этом, у него начинается зашовенность, и мозг у него блокируется. Он даже не в силах выучить астму. Вот смотрите, у нас вот есть Виктор Викторович, да, Хутерской, который пишет аст без твердого знака. То есть человек, ну, как бы пытается, он идет его как бы верной дорогой, но понять... У меня протест к пердоведчикам таким образом, я не хочу уподобляться. Мне вот твердый знак этот навевает тоску. Ну вот я и говорю, вот видите, вы уже споткнулись на полпуке. То есть вы еще идете только туда, а я вот зайду оттуда. Ну так получается, я верно понял, что ответ на вопрос, почему у человека генетика совпадает с геномом видов, которые обитают на Земле? Я бы вам сказал... Ну вы объяснение дадите, так понимаю, да? Я могу сказать, вы можете поднять, если вам дадут эти архивы Анненербе, или где-то они изучали Евгенику науку, вот там надо копаться. Но никак не в современной, вот в этой, что сейчас нам навязывают в голову свою. Ну так генетика получается по-вашему, а не наука, да? Это совершенная наука, совершенная наука. Это блуд, это понимать, это угод в другую сторону. Хорошо, а какие критерии науки? Ну, как отличить науку от не наукой, каковы критерии? Давайте, вот я считаю, алхимия – это фундамент всех наук. Окей, это согласно каким критериям? Это согласно, что оттуда растут многие всех наук, именно алхимия. А математика тоже отталхимия? Математика – это говно, а не наука. Она, во-первых, я вам сейчас докажу это на обычных, например, счетах, что математика – это неточная наука. Давай. Вы согласитесь, что есть… Как это? Которые четкие и нечетные цифры. Согласны? То есть, четные всегда делятся на два. Согласны ли напополам? Четные делятся на два без остатка, верно. Верно. Возьмем число 36. Делим напополам. Сколько будет? 18, правильно? 18 делим на два. Будет 9, правильно? Да, но 9 не является четным числом. Подождите. Но 18 делится, а 9 – нечетное. Опа. Вот и приехала. Ну, 34 же, делятная. И, то есть, вышла вот ваша наука. Ну, если вы не в курсе вообще-то, то определение любого четного числа. Подождите. Я вам сейчас, например, доказал. И вот у вас сейчас… Я ничего не высказал. Можно любое число нечетное умножить на два в два раза и получится. Я не умножаю, я делю, Мадик Савель Викторович. Надо замечать это, понимаете? И, то есть, значит, наука, математика – ерунда, арифметика согласен, что она – это наука. И другой должен быть счет. То есть, как раньше было. Мальчик с пальчиком, мужичок с ноготоком. Понимаете? Это все число мер. Вот и все. Если вы… Я тут не собираюсь как бы лекции читать о том, о чем. Потому что мои лекции стоят очень дорого. Вот. Чтобы в этом понимать. Это элементарно. И это элементарно.